По-хорошему ссылки, и нам нужны быстрые ссылки, и еще дополнительно к нашим объявлениям нам бы написать, по сути, вот они как раз заголовки быстрых ссылок, описание. Описание быстрых ссылок у нас добавляется, скоро тоже появится. И еще надо сделать, визитку мы делаем уже в директ-командоре в самом, уточнение тоже делаем в директ-командоре, это намного проще. Еще есть у нас отображаемая ссылка. Вот отображаемую ссылку как раз мы можем сделать с помощью, ну как и быстрой ссылки и ссылки, мы можем сделать с помощью массового изготовления тем меток. Эта штука тоже переделывается довольно серьезно, и будет очень много изменений как раз в скором очень времени. Можно заменить тысячу на нули, но я пока оставлю так, загружу, посмотрю, как оно вообще будет работать, если не понравится, то я потом просто поменяю. Дальше, дальше у нас идут ссылки. Ссылки у нас будут максимально простые, у меня уже есть сайт, и мы с вами идем как раз в массовое изготовление. Сюда мы вставляем нашу ссылку на сайт, можно без HTTP, там это все тоже, в принципе, тримет. Дальше у нас идут быстрые ссылки. BS1, BS2, BS3, BS4 мы скоро сделаем как в самом интерфейсе директа, у них сделано, то есть все переверстаем. Плюс автоматом делаться будут еще описания быстрых ссылок. Сейчас придется их руками написать, ну что поделать. Быстрые ссылки. Быстрые ссылки в моем случае на самом деле будут уже готовые, то есть это ландшафтный проект. Ландшафтный проект, ландшафтный дизайн участка, вот, системы полива надо добавить будет у нас еще. Да, обязательно, обязательно, обязательно. Главное, чтобы вам было видно. Смотрите, в быстрых ссылках я очень рекомендую писать цены. То есть, если у вас есть возможность, вот как раз кто спрашивал про 100 тысяч рублей слэш сотка. Я очень рекомендую пытаться поместить ваши ценники. Если у вас есть на что-то конкретно, то очень рекомендую пометить и повесить. Так, быстрая ссылка 3. Давайте опять же, я специально захожу к себе на сайт, но вообще вы можете смотреть их у конкурентов. Просто мне уже не интересно у конкурентов, потому что у меня просто будут отдельные ссылки. Проект дренажных систем, но это не очень. Альпийская горка и автоматически, ну это то же самое. Альпийская горка как минимум. Альпийская горка. Сюда тоже добавляем. И третья у нас, у четвертая будет использовать шаблонную фразу. Что такое шаблонная фраза? Шаблонная фраза будет подставляться из моего, по сути, из моей названия группы. Но я не буду название группы вставлять, я буду вставлять заголовки. То есть у меня будет вот в таком виде, и я просто буду вставлять максимально релевантные ключевые фразы, либо список названий групп, либо сами объявления, заголовки один из объявлений. И они будут именно подставляться в шаблонной фразы. Если есть какая-то проблема, то я могу сюда в шаблон что-то написать, типа контакты. Ну, а потом их менять. То есть контакты это будет та фраза, которая подставляется, если что-то не помещается. В моем случае будут подставляться именно решетки. То есть будет подставляться сейчас главная страница с ссылкой на якорь, так называемый. Якорь я сейчас могу себе подставить какой-то, но при этом лучше всего прописывать, естественно, какую-то полностью ссылку на какую-то конкретную страницу, либо на какую-то часть страницы. То есть вы можете прописать не на главную страницу, если у вас лендинг, а вы можете прописать на какую-то часть страницы, например, на результаты. Вот если посмотрите в левый нижний угол, видите, когда я подсвечиваю на результаты, mcontest.ru slash direct slash result. Вот это как раз и есть якорь. То есть я могу, по сути, передвинуть сразу ссылку на часть страницы с результатами. И при этом это не запрещено правилами Яндекса. По сути, если вы имеете вот такие вот быстрые ссылки, и вы передвигаете человека на какие-то блоки на вашем сайте, то это вполне себе законно. Ну, собственно, вот я нажимаю, видите, у меня появляется ссылка mcontext.ru direct result. Это я могу подставить как якорь. Либо автоматом использовать якорь, который используется вот у нас в AdPump. Либо вы можете прописать полностью свою ссылку, то есть без якорей, на какую-то часть страницы, например, ejmaru.ru slash там что-нибудь. Давайте попробуем какую-нибудь одну ссылку так вставим. Только не по ссылку пол... Давайте просто альпийскую горку какую-нибудь. Вот альпийская горка. Вот она у меня полностью готовая ссылка. ejmaru.ru ландшафтные услуги альпийская горка. И ее я вставляю как раз в AdPump. Вот сюда. И при этом обязательно ставлю галочку прописывать свою ссылку полностью. Вот так. ejmaru.ru ландшафтные услуги альпийская горка. Дальше. Ключевые фразы. Я повторюсь, я вставил просто заголовки, но сюда можно вставить список названий групп объявлений. Можете вставить просто ключевые фразы. Главное, чтобы количество ваших ключей совпадало с количеством групп, с количеством ваших объявлений. Почему? Потому что на выходе у вас получится список ссылок, которые должны совпадать с вашим количеством ключей. То есть максимально все должно релевантно быть. Название компании. Ну, собственно, у нас будет поиск ландшафтный дизайн. land, landscape, death. И, ну, собственно, тоже мы здесь кое-что доработаем. Увидите, вам понравится. Мы сильные еще доработки вносим, так что не пугайтесь, если что-то поменяется. Здесь будут еще галочки другие, кое-какие. Давайте смотреть, что самое важное здесь. Делать отображаемые ссылки. Вы должны их делать. Ну, и каждое слово отображаемых ссылок за главные буквы. Ну, желательно. Что такое отображаемая ссылка? Повторюсь еще раз. Это то, что у вас будет вставляться вот сюда. Видите? Ландшафтный дизайн, ландшафтный дизайн. Садовый центр, ландшафтный дизайн. Желательно, чтобы все было написано. Ну, вот ландшафтный тире дизайн. Это, скорее всего, кстати, возможно, делалось тоже с помощью AdPump. Массовое изготовление UTM-ов и генератора. Ну, многие, опять же, этим пользуются. Это штука, которая, в принципе, самая популярная в AdPump. И то количество людей, которые им пользуются в день, исчисляется даже не то, что сотнями, а уже по тысячу подходит. А может, даже больше тысячи используют. Но я в последний раз видел, 800 человек в день использовал. Так что, вот. Ладно, формируем это все дело. Так как 800 человек. Ну, я надеюсь, 1 мая люди отдыхают, поэтому ничего не будет особо сильно висеть. Да, ссылок там много, естественно, получается. Так что придется подождать. Ну, мы еще сейчас тоже дорабатываем, чтобы это все формировалось не только сюда, но и формировалось просто там таблицей, условно. Что вам тоже будет в плюс. Подождем. Ну, насчет PPC Help и по поводу дублей. Давайте добавим, хорошо. Я все равно тоже туда отпишу кое-какие. По-моему, кстати, если не ошибаюсь, Владимир, я этот функционал уже записал в ТЗ, так что, скорее всего, это уже будет дублей. Надо просто посмотреть, ТЗ открыть. Генератор ключей. Ну, вообще, это генератор масок. Еще раз повторюсь, то есть генератор ключей, это не генератор ключей, это такое просто утрированное название. На самом деле, вы там генерируете маски. Если у вас маски получаются там условно, как там было, забирают права и права забирают, то, по сути, когда вы их парсите, в одной группе у вас, в одной папке у вас будет ключи, у второй папки ничего не будет. Поэтому, по сути, так как вы должны по грамотному пути идти, то вы не должны получать такие результаты. Ладно. Собственно, вот мы сформировали с вами данное произведение искусства. Что у нас получается? У нас получаются ссылки. Давайте, опять же, смотреть даже на... Откроем просто какой-нибудь файл, вот с ламинатом, допустим. Мы видим, что у нас есть заголовки, у нас есть тексты, заголовок 2, да, которые мы также с вами сгруппировали фразы. Но у нас также есть с вами ссылки, отображаемые ссылки, заголовки быстрых ссылок, адреса быстрых ссылок, ну и описание быстрых ссылок, которые мы тоже должны заполнить. На самом деле, я так и не понял разницу, на самом деле, описание быстрых ссылок могут быть совпадать с заголовками быстрых ссылок. То есть, никаких сложностей я так и не увидел, на самом деле, пока я такое, ну, как криминал, не вижу. То есть, можно делать. Так, чтобы описания появлялись. Но так как описания тоже пока являются бетой, мы о них очень мало сейчас будем говорить, просто делать, по сути, копии наших заголовков. Итак, напомню, нам нужны ссылки, отображаемые ссылки, вот все вот эти поля. И эти все поля у нас, по сути, делают с автоматом, с помощью нашего массового изготовления. Кстати, здесь наверняка есть ребята, которые скажут, а у меня интернет-магазин, и мне надо по-другому. Вы не поверите. Специально для интернет-магазинов, так как я делал не так давно интернет-магазин и использовал эту штуку, мы переделываем функционал даже для интернет-магазинов. То есть, у вас, условно говоря, будет фильтр специальный, настройщик, который будет автоматом подбирать ссылки с учетом ваших товарных позиций. Так что, можете тоже сказать спасибо. Собственно, мы вставляем в конец списка ссылки. Раз. Ну, только сюда. Надо было название еще. Название мы знаем, откуда взять. Потом тоже вы увидите, мы немножечко переделаем, все будет более красиво. Заголовки быстрых ссылок. То же самое. Вставляем. Раз. Я специально название вставляю. Вообще, на самом деле, название можете не вставлять, и вставлять в самом директ-коммандере. Но мы специально сделали, чтобы вам было понятно. Адреса быстрых ссылок. То же самое. Я их вставляю. Вот они, названия. Вставляю адреса быстрых ссылок. Адреса быстрых ссылок – это ссылки ваших заголовков. То есть, они могут куда-то везти. Но они делаются с UTM-метками, чтобы вам было удобней потом за ними следить. И отображаемые ссылки. Отображаемые ссылки, как видите, делаются автоматом. А, кстати, восклицательные знаки удаляются. Прошу прощения, ребята, мы, оказывается, завезли этот функционал уже. Я не знал даже. Стыд и позор мне. Вот. Давайте посмотрим. Да, удаляются. Вот они. Газон, устройство. Вот они, все. Давайте проверим только еще раз быстрые ссылки. Заголовки. Вот они тоже, кстати, восклицательные знаки удаляются. Да, ландшафтный проект, ландшафтный дизайн. Но там, где будет повторяться ландшафтный дизайн, значит, надо будет исправить. Руками. В итоге, сейчас мы, по сути, получаем с вами готовый файл, который мы можем с вами загрузить в Директ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА